Редакцию газеты «Красноярский рабочий» выгоняют из офиса на МРЧК. Там они размещались с 2013 года. Чтобы хоть как-то выжить, столетние архивы «Красраба» руководство хочет продать за 25 миллионов. В легендарной редакции нет денег даже на зарплаты корреспондентам, а бесценные дореволюционные подшивки складируют в офисной подсобке. Что хранят старинные страницы газеты, почему власти не хотят спасать краевые хроники, выяснил Илья Филонов. На первой же полосе портреты Иосифа Виссарионовича ниже опускаем. Горячо поздравляем руководителей рабочих колхозников Красноярского края с Новым годом. С приветом Василий Молоков, герой Советского Союза. 1937 год. Главные лица страны на первых полосах красноярского рабочего. Тут партийные лидеры соседствуют с Пушкиным. Сейчас это уже история. Пересказывала ее старейшая из ныне живущих городских газет «Красноярский рабочий». В лучшие времена, в день, она выпускала по 200 тысяч экземпляров. Сейчас на некогда легендарные издания подписаны всего 200 человек. А архивы с вековой историей края и вовсе оказались никому не нужны. У нас нет условий хранения. У нас плохой температурный режим. У нас, не дай бог, что-то побежит, что-то подгорит. Тут постоянно пожарная тревога объявляется, громко говорит. И поэтому, если что-то случится, они точно пропадут. Редакция нашла выход. Если продать редчайшие краевые хроники за 25 миллионов, то и газеты спасут, и денег на дальнейшее существование выручат. Пока что бюджеты издания спасают лишь пожертвования. А новые выпуски отдают практически даром. Финансовые дела компании настолько плохи, что издательский маркетолог прибег даже вот к такому способу. Сам кладешь в коробочку денежку, вот 20 рублей за выпуск, и берешь газету. Но, к несчастью, говорят в редакции, дорогой читатель иногда оказывается недобросовестным. И всю кипу свежего номера берет и уносит бесплатно. Красноярская газета тоже продается плохо. Ее Олег Пащенко издает с 91-го года. Красноярский рабочий главред считает наиболее близкой по духу, прежде всего из-за ее независимости. Такую репутацию создавали целые поколения журналистов. Но именно поэтому Пащенко советует не наживаться на столетние истории города и края. Но ведь они, отшивки, были подготовлены, сделаны кровью, потом, судьбами, может быть, часто искалеченными, часто цветущими, ваших предков или коллег по работе, начиная с какого-то там, с пятого года. Как вы будете торговать тем плодами того труда и торговать здесь? Вывод. Я просто бы подарил подшивки красноярского рабочего. Спасти Красраб может архив, который подчиняется Минкульту. Но в ведомстве к истории относятся в первую очередь по-бюрократически. Деньги на спасение бесценной коллекции в бюджет не закладывали. Да это им и ни к чему, говорят чиновники. В Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края, это наше подведомственное учреждение, хранится подшивка газеты Красраб с 1905 года. Это год основания. С 1905 года по 2008 год библиотекой оцифрована и размещена на сайте библиотеки, в разделе электронная библиотека для широкого доступа населению края России, абсолютно все экземпляры. Однако в Красрабе, уверяют, многие выпуски по-прежнему хранятся в редакции в единственном экземпляре. И если их не хотят покупать власти, архив продадут частнику. Вот только за сохранность газет тогда никто не отвечает. И не факт вообще, что краевая история останется на родине. Но только так, уверены журналисты, старейшая газета может выжить. Илья Филонов, Валерий Чащин, 7 канал.